Артуложечек, привет! Открываем тебя! Открываем хорошо, бодро, потому что я только что... Нет, не только что. Короче, я недавно побегала, я давно не бегала, как вы знаете или не знаете, или я удачно это скрываю. И бодрая весела. Не знаю, что сегодня вообще в плане творчества будет. Я сто лет ничего не рисовала, вот только чуть-чуть раскрасочки, но занята другой всякой административной работой, и как вот я шила в прошлом месяце, в этом надо уже собираться и делать уже что-то конкретное. Надо уже обличать, так сказать, свою всю творческую работу во что-то. Много надо будет делать по поводу раскрасок и по поводу картин. И я надеюсь, конечно, что месяц будет удачным, что я справлюсь. И как раз там этот ретроградный Меркурий, а он любит завершать дела, пересматривать, перерабатывать. Вот, поэтому я думаю, что все сложится. Вот, ну, посмотрим, что выйдет в эти две недели ноября. Ноябрь уже пошел. О май гад. Сижу, делаю презу. Вот такая вот красота пока у меня получается. Но что-то виснет кейнот периодически. Не могу настроить прозрачность тут некоторых объектов. И зависает он. Вот, поэтому надо сохранять регулярно. Ладно, пойду. Еще заменила стекло. Опять я грохнула стекло на айфоне. Вот, и поменяла его уже, сбегала. Я доделала презочку. Вообще, счастливый человек. Все, пятница. И тут еще большие праздники. Поэтому, да, мало чего успеем. Будем развлекаться с Дашен. И, в общем, это последние часы сейчас моей продуктивности. Потому что бегу за ребенком в сад. И дальше рисовашки вместе. Какие-нибудь там поделочки, еще что-то. В общем, это посмотрим. Вот все лежу со своей битой. Лучше ко мне не приставать. Сейчас. Арт-вложечек, привет! С вами Катя Швея. Я сшила еще две наволочки. Пупс Бэби Бон. Вот, клевый. Классный. И я довольна. Все отлично. Мимим, можно кидаться? Кидаться, да-да-да. Вот, Дашенчик тут помогает мне. Ну, и раз я тут за швейной машинкой, я наконец-то сшила еще мини-подушечку. Мини-подушечка для иголочек. Вот, и тут Даша, значит, сложила пармезан. В сумочку кукольную. Короче, помогает мне распихивать булавки в подушечку. Да, Даш? Да. Да. Деловая колбаса. Так, Арт-вложек, это я. Вообще, я забыла про него. Вот, я помню, показывала. Это старая доска шахматная. Я ее вообще в школе еще училась, разрисовала, покрыла лаком и хранила в ней письма. Вот, это на самом деле, ну, письма, открытки, реально очень удобно, потому что она так закрыта. Также, вот, ну, короче, в общем, хранила все. И, естественно, она такая убогенькая, я уже вся такая продвинулась. Короче, я буду ее шкурить. Я попробовала сделать это вчера шкуркой. Это была большая ошибка, но чуть-чуть Дашина ее пошкурила. Чем-то ребенок занялся, нормально. Это просто все очень долго и очень жирный слой лака. То есть, только вот с краю снялось. И, в общем, нет, не вариант. Надо будет брать шлифовальную машинку. Вот, короче, опять я скоро буду арендовать инструменты у знакомых своих, потому что мне еще надо доделать панно, обрезать. Я так и не обрезала его. Вот, и, собственно, я думаю, что я буду выжигать в нем. И хочу эту штуку использовать как палитру. Такая походная. У меня, конечно, вот здесь палитра есть, но мне кажется, вот это было бы прикольнее, потому что у меня тут кошка все дела, и можно взять и закрыть. А может и нет. Короче, я посмотрю, что из этого будет получаться. Вот, я хочу выжечь, естественно, на ней узорчики. Вот, ну посмотрим. Может быть, просто получится классный короб, и у меня его вообще купят, потому что мне часто пишут, когда еще в процессе все дела. Вот, у меня продолжаются швейные дни. Я вручила, сейчас я себя покажу вам. Это я. Я, реально, слава богу, сейчас бодрая и весела, потому что вчера был просто пиздец. Вот, я не знаю, что такое. Видимо, я правда устала, и то, что давление какой-то, переход сейчас на этот зимний-осенний период, и Дашен тоже такая вся какая-то капризная. И несмотря на то, что я вчера, пока она гуляла, полежала, потупила, ничего не делала. Я включила Гарри Поттера, досмотрела все-таки первую часть, и вот просто не алло. Я не знаю, что происходит. Меня начинает все просто колбасить вечером. Вот я в прошлом арт-блоге говорила про то, что типа утренняя истерика, типа не у меня, а у Даш. Вот, ну, на самом деле, когда появляются дети, истерия какая-то, она просто, ну, типа стоп, и все, нельзя с ребенком истерить. То есть как-то это срабатывает рефлекторно. Но я просто ходила, как я думала, хочется биться головой об стену и просто выброситься с балкона. Я даже вручила Даш Барби, вот, чтобы как-то поднять нам обоим настроение. Ну, и как-то это все только, наверное, усугубило, потому что когда Даша попросила что-то сшить, значит, постельное белье для Барби, матрасик, все дела, мы начали шить. Вот, машинка начала глючить. Я до сих пор не поняла, в чем дело. Она у меня просто, это винтажная машинка, она как человек. Вот, Меркурий и давление на нее точно влияют. Вот, сшила штаны, ну, хотя бы штаны Даш понравились, потому что постельное белье ей не понравилось. Она говорит, что это такое. Я говорю, блин, ты сама выбрала ткань, что ты хочешь. Вот, потом она, значит, взяла, захотела детали от гибкого трека покрасить, взяла акрил черный. Я говорю, ладно, иди, крась. Я уже просто все, говорю, только над блесточком. Короче, она пролила, засрала краской тут все. Я такая, сейчас это еще и отмывать. Вот, параллельно как бы она тоже вся в краске. В общем, ряжу, слава богу, я просто уже закрываю в комнату дверь, не пускаю ее. Короче, вчера был ад, и, соответственно, вообще ничего не рисуется. Но у меня много таких движей сейчас переговорных, которые вот, блин, по поводу раскрасок все очень-очень медленно идет. На стоке я тоже ничего не гружу, хотя немножко у меня там рисуется, и я даже забыла, что у меня отсканировано, что нет. У меня причем отсканированные тоже лежат. Но, в общем, сейчас реально максимально стараюсь доделать все старое. И, опять же, вопрос приоритетов. Как все успеть? Никак. Приоритеты расставляйте, потому что тогда есть шанс, что вы хотя бы что-то сделаете. И вот, опять же, с тубусами. По поводу тубусов, кстати, ездила с Даташиной к друзьям, где я вручала детишкам тубусы. И, блин, это так круто! Им так понравилось! Они сразу раскрашивали, и картинки классные получаются. Вот то, что я хотела. Я сама, когда их раскрашиваю с Дашин, ну, то есть, вроде нормально, да, круто, но когда я вижу, как другие раскрашивают, и то, что им прям реально нравится, Зоя там уже вообще все это перераскрашивала. Короче, реально классные раскраски. Я прям, и вот с осознанием того, что ты реально делаешь крутые вещи, их очень легко предлагать, их очень легко продавать. И сейчас, вот, общаясь с некоторыми людьми, то есть, ну, у меня вот уверенности в том, что я делаю, вот, чуваки, зуб даю, они реально классные. Вот. И думаешь, блин, да, я реально делаю классные штуки. Ну, просто правда, вот, перфекционизм же у нас у всех есть. И, типа, да, я там сделала, как бы, клёво, потом через день понимаешь, что нет, это говно, всё, можно было переделать, ещё что-то нет. Всё нормально. Просто иногда надо остановиться и смотреть ещё по реакции людей, правильных людей, по которым можно ориентироваться на, вот, результат и получать от этого удовлетворение. Вот. Всё, сейчас я буду курсы. У меня тут ещё курсы, обучалка. Вообще, конечно, это короткая неделя. Дико выбило из калии, потому что продлились выходные с детёнышем. Вот. А я, когда не занимаюсь своими рабочими процессами, вот, наедине с собой, это вообще ужас. И ещё плюс у меня обычно понедельник очень продуктивный, потому что у меня много времени для этого. А понедельник был выходным. И вторник я только села работать, понаписала там письма, и бац, мне уже надо собираться там на индивидуальные занятия. Потом, вот, села, да, позаниматься. Через полчаса мне уже выходить на работу дальше, преподавать. Короче, ладно, знаете что? Арт-вложек. Пока. Так, давайте начнём с арт-вложечка. Мне тут надо садиться ещё, чё-то по шатру снимать. И это отстой, конечно. Понедельник вылетел, и я ничего не успеваю. Реально. Рабочий понедельник, я уже жаловалась на эту тему. Просто ничего не укладывается. Ещё тут обучалок очень много. Просто там, типа, пять часов надо просмотреть. И ещё завтра и послезавтра тоже активные дни. В плане именно обучения. Вообще, чё происходит, чё происходит. Вот. Но я смонтировала один видосик. Сделала несколько паттернов. Я рисовала в таком детском стиле кое-какие цветочки, сердечки. И получились прикольные паттерны. Надо их тоже загрузить. Но, опять же, отчёт у меня, это, не хочет грузиться. Надо на самом деле просто браузер перезапустить. Но так как у меня там много вкладок открыто, и все там видео на каких-то минутах просмотра, так я думаю, о май гад, не сейчас. Просто воспринимаю это как знак. Значит, на стоке пока можно чуть-чуть забить. Вот. У меня, опять же, сегодня образовашки. И также мечтаю я снять видео о русской школе живописи или русской школе искусств. Не помню, какая это такая. Короче, художественная школа, из которой нам потом приводят, ну, скажем так, травмированных детей. Вот. Например, вчера пришла девочка, мама, которая просто с испуганным таким взглядом говорит, как у вас тут вообще с программой, как вот дети рисуют, просто у меня ребёнок теперь боится рисовать. Девочке 9 лет. Я не понимаю, что за художественный процесс, вот обучение художественному процессу, как он шёл, что ребёнок в таком же возрасте, это не маленьком, боится рисовать. Вот. На самом деле, хочу, правда, записать вот это видео, но такое надо немножко изучить процесс этого художественного учебного заведения. Язык даже вот не поворачивается сказать это. И даже думаю зайти к ним, потому что, оказывается, они у меня тут через дом сидят и учат академию. Вот. Ладно, пойду заниматься делами, потому что чё-то я даже вообще боюсь вылезать опять в это всё. Дел много. Но, надеюсь, сегодня ещё увидимся. Арт-вложечек сфокусировалась. Короче, пока звонит телефон, я скажу, что я молодец. Я прослушала сейчас все лекции и сдала тест. Вот. Умничка. Пойду на работу. Арт-вложек, привет. Я сегодня вообще опять ленивая жопа. Я не знаю, что происходит. Давление, вот этот переход на, видимо, осенний режим. Я лежу и ничего не делаю. Я, ну как ничего не делаю. Я, конечно, послушала курсы, смонтировала два видоса и всё. Рисовать просто. Ну ничего. Я уже не знаю, сколько я не рисовала. И, наверное, надо как-то раскачаться и порисовать, и чихнуть. Видимо, я говорю правду, что... Мой боже, ты мой. Ещё не хватало заболеть. Короче, арт-влог, давай, ты будешь, это, такой движной и весёленький. Пожалуйста, умоляю. Арт-вложек, привет. Я, у меня три, наверное, не брала фотик. Блин, сейчас сядет батарея. Короче, я словила жёсткий ротовирус. И это был адок. Я вообще была никакая температура, там, 39. И жесть. Но сейчас я перехожу в себя. Вот. Ну, соответственно, я ничего не делала. Просто невозможно было. И сегодня раскачиваюсь. Но раскачиваюсь так, что, типа, стирки, уборки, постельное бельё, там, все дела. Вот. Но сейчас, пока Дашин спит, я чуть-чуть порисовала. Порисовала я Эрдем, или как он там произносится, я вот лошара не знаю. Вот. Тушью. И кисточкой моей любимой. Вот. Быстренько понабрасывал. Прикольно вот это вот получилось. Вот. И даже записал видео. Вот. Может быть, выложу. Вот. Арт-ложек, привет. Это я сегодня убралась. Не знаю, наверное, не поверите, что было чисто. Кошмар Вот Как тут может появиться шедевр Когда тут уже шедевр Да, в сказке можно покататься Привет, арт-вложек Это я Я выздоравливаю Но слабость все равно Сил у меня вот этот срач Надо его убрать Потому что, когда, конечно, чистенько, лучше Но я, наконец-то Продвинулась в своих художественных делах У меня еще одна картинка Которая у меня Должна быть в серии Она у меня очень такая Сложная, интересная, сейчас покажу Это шрифт Брайля Который такой Объемненький Я его, как вы видите Делала акриловой краской Вот Тут определенный текст Вот И Суть работы в том Что И Зрящий человек Может быть слепым И не видеть Очень многих вещей Самых главных вещей Которые, в принципе В жизни и есть Вот Все это пока Подсыхает Поэтому потрогать не могу Но вот здесь вот уже Подсохло И это, конечно, классно Тактильно Прям очень-очень клево Вот Если что В интернете есть переводчики Забивайте текст И вам Выдаются Вот Вот эта вот красота Я ее переносила Сначала на Лист Вот И потом Пропечатывала На картоне Вот Далее у меня все будет в рамке И Дальше буду вот Оформлять Я это все Залью краской Ну вот То есть Это такой как бы Вид Непонятный Еще пока Только вот как бы Первой стадии Вот И Досмотрела еще Сегодня две лекции Которые с прошлой недели Не досмотрела Но По курсу Современного искусства И Конечно Меня прям Разрывает Вот Там была тема Перформансов И прочие истории И она мне очень-очень нравится И прям Я понимаю Что это Классно Вот Ладно Продолжу Что-нибудь делать А еще я поняла Что я очень хочу Айпад Что вот прям Реально Он мне нужен Чтобы Активничать На стоках И Я хочу делать Там определенные Картинки Но Не делаю их Потому что Блин Не могу сидеть за компом И Вот Короче Все Если раньше Я тоже хотела Как-то прям это Но у меня были сомнения Что Вот Ну Наверное Он мне не нужен А сейчас я поняла Что Да Да Он мне нужен И Это Будет Классное Вложение Именно В мою Финансовую Стабильную Стабильно Хорошую жизнь Как бы так сказать Короче Это будет Мой актив Вот Все мы знаем Что есть пассив Есть актив В финансовом плане Вот это будет Точно мой актив Вот Все Так что Это пора Копить Так Ну вот Процесс пошел Я покрыла Спреем Золотым Вместе С рамой Я хотела Чтобы это было Так Монолитненько Вот И Еще я хотела Потом оттенять Акриловым Ну не акриловым Или акрилом Или воском Темным Тут пока Темные пятна Они все должны Высохнуть Вот Рассчитываю на это И Короче В общем Посмотрим Как Что будет продолжаться Вот Но я думаю Что Надо будет Еще покрасить Только У меня закончилась Акриловая краска Вот Надо будет Еще купить Но Сейчас уже Мне нравится Как выглядит И это прям Вот Очень классно Круто Довольна я Арт-ложка Это опять я Не прошло И часа Как я Молодец Я записала Небольшой Видео урок Как переносить Изображение Вот Ну какие-нибудь Маленькие И немаленькие Элементы На Разные объекты Например Там Какие-нибудь Баночки Деревянные Какие-то поверхности Путем Самодельной кальки Вот Это все Очень просто Но Оказывается Не до всех Доходит Вот Так что Все Я думаю Что это видео Будет уже выложено И ссылочка Конечно же Будет в описании И Да 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 Будет Смотрите Я бодрая и весела Пойду варить супчик Ложек До меня тут дошло Что скоро Заканчивается Я покрыла Еще Красочкой И работа Конечно Это классная Из-за того Что она такая Вот Монолитная И Если раньше я хотела Ну оттенить Так сказать Состарить Я понимаю Что нет Она должна Вот выглядеть Так как выглядит Вот И продолжаю Тестить эту краску Сейчас Нашла тут еще Свои декоративные элементы Рамочку И еще одну рамочку Вот как раз На ней потренируюсь На них Затемнять Состаривать Потому что Вот этот Ну слишком попсово Если это потом Куда-то в интерьер Зафигачить Не прокатит Вот А этот шедевр Займет Достойное место В моей серии Класс Я очень-очень довольна Вот Арт-ложечек Прошел не зря Срач продолжается Машинка Что-то Даш поднакрутила Здесь Там И Короче Она ругается Не хочет шить Вот Шьет плохо Но Я умудрилась Сшить Барби Юбку из ткани Которую выбрала Даш Вот Барби тема Вообще Конечно Вот Я тут Блин Прическу навела Вот Такая вот Юбочка Хорошая Короче Развлекаемся Как можем Господи Как же это Вот Все убрать Мне Ладно Может сегодня Займусь И конечно же Шедевр Отдашь Очередной Тут Висит Каждый вечер Садимся На мольберт Рисуем Ну Хоть кто-то Рисует Также Я начала Новую серию Раскрасок С динозаврами Это Один Динозавр Пошел Вот И Второй И короче Будет клево Я прям Вижу их И мне нравится Блин Динозавр Классный Надо будет Потом На шаттер Это все Вот Буду продолжать Медленно Но верно Процесс идет Кайф Тубусы Тут мои Стоят Сегодня Две коробочки В один Магаз Уехали Вот Уже Становится Легче Воздушнее Потому что Реально Когда тут Все В продукции Твоей Это Ахтунг Ну и У меня их Разбирают Тоже Поэтому Наверное Пол коробки Уже Разошлись И детишки Раскрашивают Класс Вот И все же Думаю Что Надо замутить Сайт Для Продажи Этих Тубусов И Других Моих Всяких Штук Вот Пусть Будет Также Сегодня Прослушала Лекцию По Современному Искусству На курсе Сейчас Там Про Видео Арт И Ну Прикольно Но Не так Круто Как Перформансы И прочая История Мне Конечно Видео Арт Так Нет Пока Не вштыривает Хотя Тоже Можно Разойтись Опять же Какие Задачи Тут Всегда Чувствуешь Что тебе Нужно Чтобы Донести Какую-то Мысль Вот Сейчас Перекинула Видосы Я там Кое-что Рисовала Записывала Вообще Даже Уже Не помню Что Записывала Но Хотя Что-то Есть Жиробложечек Тоже Надо Сделать Че Еще Прохожу Финансовый Этот Курс Норный Он Конечно Классный Меня Прям Очень Вштыривает Вот Мне Нравится Мне Нравится Что Это Такая Долгоиграющая История Вот Очень Хочется Поактивничать В клубе Прорыв Который Анна Ираченко Для Выпускников Там У них Небольшая Модернизация Они Делают Такие Мотивационные Истории Когда Каждые Три Месяца Вписываешься В проект И Развиваешь Его Но Я Даже Не Посмотрела Вебинар На эту Тему И Реально Не До Этого Хотя Понимаю Что Было Круто И Как раз Какой-то Свой Проект Например По поводу Выставки Начать Собирать И Это Классно Мотивировало Но Не Знаю Не Знаю Короче Это Когда Это Все Делать Еще На работу Скоро Время Летит Просто Вот Надо Все Успеть Вот Но Я рада Что Я Прям Раскачиваюсь Хотя Не Совсем Вчера Из-за Того Что Я Болела Просто Я Под Конец Дня Я Пришла На работу На Вечернюю Свою Уже Часть На занятия С детьми И У меня Сил Просто Не Был Я Думаю Я Вхожу Ложусь На диван И Причем За мной Зашла Девочка Я Думаю Ладно Я Сейчас Полежу На диванчике И Подожду Пока Настя Разденется И С ней Войду А у меня Администратор Кладет У тебя Там уже Пять Человек Сидит Я Такая О май Гад Чего Все Так Рано Короче Сил Не Было Но Вот Потихонечку Раскачиваюсь Набираю Думала Еще Сегодня С утра Побегать Но Поняла Что Нет Потому Что Если Ну У меня В среду Обычно Такой Очень Тяжелый Рабочий День Потому Что У меня Две Группы Малышей Которые В принципе Сливаются В одну И Народу Много Очень Все Динамично И Я Просто Выжимаюсь Там Очень Кайфую Конечно Но Это Прям Вот Просто Меня Вот Так Все Скручивает Потом Я Такая Вся Никакая Вот И Думаю Если Я Пора Заканчивать Эту Часть Первая Часть Ноября Что Как-то Непонятно Сейчас Буду Монтировать И Смотреть Вообще Че Как Я Пережила Эти Две Недели Я знаю Что Я Много Шила Продолжала Всякие Игрушки Точнее Не игрушки А одежду Куколкам Вот Да Барби Давай Давай Посиди Тут Со мной У нас Очень Элегантный Образ Пиджачок Точнее Жакетик И Маленькое Черное Платье Вот Также Параллельно Я ругалась С машинкой Потому что Она Что-то Это Буянит Сделала Одну Работу Сейчас Еще Хочу Начать Еще Одну Работу Такая Она Будет Большая Точнее Сложно Сконструированная Вот Это Радует И Еще Раз Повторюсь По поводу Этого Клуба Прорыв Анны Раченко Я Там Найду Себе Шикарную Поддержку И Мотивацию Для того Чтобы Довести Вот Эту Всю Серию До Конца Вот Поэтому Очень рада Короче Буду смотреть В будущее С легкостью И Как-то Это Все равно Надо раскачиваться Надо раскачиваться Я не понимаю Куда Утекает Время Вот Но Как-то Это Надеюсь Это просто Затишье Такое Перед Бурей Да Бывает Когда Много Много Делаешь И не видно Работы А потом Все это Бац И Демонстрируется Так сказать Всем И показывается Главное Тебе Ладно Все Спасибо Что посмотрели Этот арт Вложечек Буду рада Каким-то Вашим Комментариям Может быть Каким-то Идеям Там Еще Чего Еще тут Думаю По поводу Предновогоднего Марафона Чтобы создать Такую Творческую Точнее Не творческую А именно Новогоднее настроение Вот Но Об этом Уже В следующем Месяце Надеюсь Что Процесс Пойдет Очень-очень Хочется Вот Но опять же Блин Катя Когда Ты и так Уже Просто Крышу Себе Сносишь Вот И по-прежнему Мечтаю Уехать В лес И Скрыться Ото всех Вот Все Пока Продолжение следует